Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги, мы начинаем. Мы очень рады приветствовать вас на мастер-классе ИТМО-эксперт. Спасибо большое, что нашли время и присоединились к нам сегодня. И перед мастер-классом я хотела бы традиционно всех попросить проверить, что вы называетесь в Зуме как имя-фамилия по-русски, и еще можно добавить свое подразделение ИТМО, например, Иван Иванов Суир. Чтобы это сделать, надо на нижней панели нажать на кнопку «Участники», найти свое имя, рядом с ним нажать на кнопку «Подробнее» и переименовать. Наш сегодняшний мастер-класс посвящен теме посещения занятий коллег. Спикер Джозеф Тейлор, большой друг ИТМО-эксперт, координатор профессионального развития преподавателей Центра изучения иностранных языков. Но сегодняшний мастер-класс является повтором мастер-класса, который был 1 октября. Поэтому, если вы уже подключались 1 октября, то, наверное, по структуре все пройдет примерно точно так же. Но у нас есть одно дополнение, один сюрприз. Сегодня к нашему мастер-классу еще присоединится Кристина Тишкина, директор Центра качества организации учебного процесса, и тоже расскажет о своем опыте посещения занятий преподавателя университета ИТМО. Вот. Мы готовы начинать. Джозеф, слово вам. Спасибо, Кристина. Приветствую. Да, извините, я долго искал кнопочку. Да, приветствую всех. Я рад видеть вас. Рад, что вы пришли. Я тоже переименую себя на русском, как Кристина сказала. Вот. Да, я очень рад, что вы все здесь. Очень важная тема. Лично мне очень важна. Я очень люблю обсудить это. Это касается много практик, много навыков, которые, я считаю, очень важны для преподавателя. Буду рассказывать о своем опыте организации вот таких посещений на базе ЦИА, Центра изучения иностранных языков, и о том, что я выяснил в процессе организации этой практики, лучшей практики, идеи. И тоже хочу, чтобы вы все это тоже обсудили, свои идеи предлагали. Будем обсудить сначала, какие ассоциации у нас есть с этой практикой, потому что, конечно, есть разные стороны и разные актеры, которые в этом все замешаны, указывают свои цели, свои взгляды на то, как посещать, на что обретим внимание и тогда это. Все это будем говорить и обсудить. Потом будем тоже критерии над критериями придумать. Опять же, это зависит от того, какой человек приходит и от его цели посещения занятия. Но будем стараться как-то обобщать критерии. Сначала я хочу продемонстрировать свой экран. Немножко просто так обсудим и покажу. Хотел начать просто с предъявлением. Так как я носитель английского языка и внутри дисциплины английского, как иностранный, как второй язык, у нас такой термин observation. И я искал самый подходящий термин на русском языке, потому что все-таки наблюдение не подходит, по-моему. Это немножко жестче звучит, как будто там ученые изучают нас, изучают преподавателей, как будто мы бактерии, какие-то вирусы, микробы. Все-таки мы не микробы, а люди. И поэтому посещение как observation, идея, опять же, одна, что приходят люди на занятия преподавателя с определенной целью. Хочу подчеркивать, именно определенная цель. То есть очень важно, мы об этом обсудим, поговорим, то есть, что нужно определиться с целью посещения. И нельзя просто так прийти, особенно внезапно, без предупреждения, предупреждать надо. И надо тоже очень четко сказать, с какой целью мы проходим, чтобы, во-первых, уменьшить стресс, и чтобы всем участникам этого процесса было понятно. Тоже хочу сказать, что и должен сказать, что эта тема, конечно, очень общирная, многосторонная, и есть разные стадии, во-первых, определение цели, а потом сам процесс, как это делать, какие методы, техники, чтобы делать заметки, записывать, как критерии придумывать, как лучше критерии все делать, как правило, то можно подготовиться к этому, чтобы к нему приходили на занятия или к ней. И, естественно, обратная связь, это тоже важная составляющая вот этого процесса. Мы как бы коснемся сегодня вершине айсберга тока, то есть это будет, ну, так, самая вершина тока, ну, не проблема, это был вопрос этой темы, поэтому, если потом хотите обсудить это поглубже, особенно рассмотреть вот эту практику на уровне вашего факультета, вашей группы и продавателей, я с удовольствием поговорю с вами, проконсультируюсь тоже с вами, и оставу почту в конце, и можете мне отписать в любое время. Так, будем начать с работы в группах, и я хочу, чтобы вы подумали над тем, какие ассоциации у вас есть с этой практикой, очень общие ассоциации, будем просто негативных и положительных, то есть все, что приводит к голову, подходит для вот этого задания. Сейчас в чате взят зум, я скину ссылку на таблет, я тоже покажу быстренько его. Вот на той неделе, для тех, которые были на встрече, когда мы обсудили первый месяц работы, мы тоже с таблетом работали, так что я надеюсь, совсем более-менее понятно, как. Сначала с двумя первыми тут колоннами, то есть негативные ассоциации с практикой посвящения, а с положительными. И вот тут немножко комментарии, опять же мы говорим о практике посвящения занятия, и сейчас хочу, чтобы мы думали о том, что коллеги могут к нам приходить, а также начальство, другие люди, и опять же просто самая общая ассоциация впечатлений про эту практику. Я вас сейчас в группу и отправлю, обсуждайте немножко и просто пишите, чтобы писать, можно комментарии добавить. Вот тут написано у меня на английском add comment. Просто пишите, какие у вас впечатления. Можно покороче, нужно полное предложение, абзацы. Либо можете добавить через плюсик еще один пост. Как вам удобнее будет. Если будут вопросы, или есть сейчас вопросы, можно задать. Вот так, Кристина или Лера, вы могли бы мне власть передать? Конечно, сейчас. Да, хорошо, Ирина. Ну, вы можете с коллегами в группе через чат, я думаю, общаться. Давайте, вот у нас три группы будут. И, я думаю, вот, пять минут как раз. Я очень жду ваших ассоциаций. Положительная ассоциация – это если есть чем блеснуть. Коллеги приходят. Вот у меня была положительная ассоциация достаточно давно, когда один мой коллега посетил полностью весь мой курс лекций. целиком он писал конспект. И он подарил его мне потом. Потому что студенты, естественно, этого никогда не делали. Но это было достаточно давно. В этом плане, конечно, это большой плюс, если человек приходит, ну, допустим, коллега хочет познакомиться с курсом достаточно подробно. Именно от меня это льстит. При этом еще стараешься, выкладываешься. И поэтому для студентов это тоже была большая польза. Но это было регулярное, не просто посещение. Это было здесь прохождение дисциплины практически. Поэтому я бы написал негативный комментарий здесь. Негативная ассоциация – это стресс. Стресс. А что он не дает мне писать? А, я не туда пишу, я пишу. Давайте комментарии. Стресс. Как-то комментарий пока что не добавился. Я могу добавить. Я уже все, я просто пытался на демонстрации экрана это делать. Положительная ассоциация плюс – это будет положительной ассоциацией. Приятно учить положительную ассоциацию. Именно очень приятно учить положительную ассоциацию. Положительную ассоциацию. своей работы вот почему анонимные в чужине не анонимировался мне кажется у всех автоматически ну ладно анонимные анонимные что единственно у меня был опыт я посещал занятия юлии кудряшовой нет на эмоциональный интеллект вот это был конечно фан но это развлечение такое потому что они попал ползали по полу валялись там скакали там что делали назывался эмоциональный интеллект из они взывали там констинкт каким-то хлопали друг другу по спине по плечу там еще чего-то сделали и это все на это тратилось так все вернулись отлично я вижу плодотворно работали посмотрим что мы написали что-то исчезло негатива исчезла что может быть хорошо нет здесь ура так начнем с негативными ассоциациями я думал в принципе понятно да контроль это как раз инструмент для контроля со стороны организации в которой мы работаем и я бы сказал даже его можно разделить на негативную сторону и вот тоже есть положительная сторона контроля мы как раз обсудили это в понедельник на встрече и можем рассмотреть это ближе сегодня тоже стресс-то безусловно и да стресс что что-то пойдет не так и стресс из-за этого стресс просто потому что кто-то приходит и посмотрит на то как мы работаем это всегда страшно даже самому опытному проводователю это может быть страшно потому что иногда мы работаем в команде в организации в университете понимаем что мы не являемся индивидуальными репетителями частными репетителями но все равно есть такое ощущение особенно сейчас когда многие из нас может быть продают ведут занятия из дома и не видимся физически с коллегами поэтому бывает такое что чувствуешь себя не одиноком но как-то отдельно и когда приходит как-то кто-то нарушает это сокровенность вот пространство со студентами своими поэтому да это стресс вызывает отвлекая да действительно сомнезия это маленькая пространство аудитории когда мы ну до коронавируса работали у нас там были очень маленькие аудитории и очень незаметно когда чужой человек появляется и смотрит и сидит не как-то не нельзя его скрыть куда-то положить а положительная ассоциация да повышение квалификации именно опыта выдавал туда действительно очень приятно слушать что очень хорошо вы продаете очень интересные органами идеи подходы к работе со студентами это да это очень просто очень приятно получить вот такую такие оценки и это мотивирует очень сильно конечно вот этот внутренная мотивация очень важно чтобы поддерживать действительно возможность показать как я уже говорил мы иногда работаем отдельно немножко друг от друга и для меня и быстрее я сказал это самый положительный момент просто смотреть друг на друга и видеть чем мы и занимаемся собственно говоря потому что это ну иногда непонятно ну плане того что просто не не можем смотреть на всех одновременно да и тоже видеть новые нитрадиционные подходы и узнать что-то новое ну хорошо мне кажется у нас как раз баланс хороший есть между негативными и положительными так что я рад что так получилось что не больше негатива чем чем нужно продолжим немножко с нашей презентации вот если кто-то есть что добавить можно это делать в чате или туда же в Padlet и можем обсудить еще ну почему это вызывает стресс кажется много вы уже обсудили в группах и тоже комментировали уже ну потому что нарушает немножко такое привычного пространства и просто когда человек смотрит на тебя всегда вызывает стресс особенно когда фокус только на тебя ну даже если он смотрит на всю аудиторию на то как студент работает все равно да может вызвать стресс как кто-то уже отметил что страх есть что что-то пойдет не так с технологией конечно всегда бывает а планируем на какую-то платформу использовать или игру но почему-то не работает так как мы ожидаем вот хочу тогда сейчас немножко поговорить об необходимых по моему мнению ингредиентах чтобы этот процесс прошел хорошо успешно и с наименьшим стрессом для всех участников и как я уже говорил очень важно чтобы была понятная и определенная цель и чтобы все участники этого процесса знали чего ожидать от этого процесса и чтобы происходить и это естественно тогда уменьшается стресс вот чуть-чуть все равно я думал стресс всегда будет и я знаю даже что всегда будет опять же когда человек смотрит на тебя это неизбежно но можно уменьшить там вот этот начальный стресс когда понятно что будет происходить а не просто что на этой неделе кто-то придет и непонятно зачем и и вот для этого нужно вот согласие как раз опять же между всеми участниками игроками даже можно сказать этого процесса о цели то есть чтобы все принимали участие в обсуждении цели и определении цели и о том почему это нужно о критериях и тоже о результате и вот про эти последние сейчас поговорим немножко и вот тоже это помогает уменьшить стресс на принципе мужа в наших ассоциациях они отмечали какие-то там цели кто-то метил control кто-то обмен идеи или просто смотреть на коллеги вот сейчас тоже то есть есть возможные цели это научиться у коллег узнать вот про это как подавать материалы по-новому нетрадиционный подходе кто-то написал просто сейчас очень большой вопрос и мы обсудили это на той неделе как работать в наших условиях когда я сейчас студентов в аудитории час дома или когда вы дома и студенты как вы на экране только вот можно спросить и говоря теоретические но очень полезно конечно смотреть в практике как это работает и узнать у коллег ну то есть прийти хотя бы виртуально прийти к ним и смотреть и по моему очень даже удобнее стало смотреть на занятия коллег сейчас в том плане что можно легко записать занятие в зуме и любой платформе там есть возможность записать звонок конференцию и тогда это просто файл можно прислать кому угодно они это посмотреть когда им удобно будет и это то есть там не нужно подумать хочу ли я вставать там у нас например очень рано и занятия по английскому в 8.20 утра и может быть вы не хотите вставать в 8.20 утра или чуть раньше чтобы успеть на эту пару чтобы посмотреть как мы английский как даем но я могу записать занятие и прислать и прислать вам его может может это посмотреть потом когда вам будет удобно то есть сейчас технологии позволяет нам даже вот удобнее вот эту практику осуществить ну и тоже просто как работает большая тема и большой вопрос на той неделе было про модульный формат как магистры учатся сейчас вот ответ на вопрос посмотреть на то как коллеги работают как они справятся или не справляются с этой задачей и тогда можете это уже начало для обсуждения для разговора о том как дальше работать и действовать ну и тоже большой вопрос сейчас большая тема какие платформы используют как используют какие-то сайты там инструменты ресурсы зум или дискорд или skype youtube ну то есть очень много слишком много даже ресурсов можно сказать и как лучше использовать и ну понятно как их использовать чем вот смотреть опять же наши коллеги уже их используют если вы хотите знать например как лучше работать зуме или капка использовать к худ на занятии на лекции по физике ну ходите ну так кавычках конечно уже не ходим на занятия но посмотреть на занятия коллеги как они это делают и это вот собственно мой ответ на вопрос вопрос название этого мастер-класса почему стоит посещать чтобы вот все это узнать чтобы учиться научиться друг другу для меня это самое как я уже говорил по моему самая главная причина вот этом заниматься и и вот на уровне cia центра изучения и настроения языков я вот объясняю мне поединить этой практике нашим продавательным как правда потому что надо научиться и тоже можно смотреть это с точки зрения коллега когда коллеги ходят друг к другу но естественно другие актеры другие игроки в этом процессе тоже это руководство подразделения или хоть это или даже университета и нужно понять я называю это средняя температура больницы ну то есть как как все как все работают как в каких условиях с какими проблемами продаватели сталкиваются потому что все таки может быть кажется что все плохо но на самом деле где то есть продаватели которые справляются и может быть проблема не в том что продаватели не не умеют там зум потому что студенты как-то не умеют ну то есть единственное по моему мнению способ или лучший способ выяснить ответы на эти вопросы это ходить смотреть и вот потом получить данные которые можно использовать для данной работы улучшение качества образования для продавателя и вот для студентов тоже но опять же очень важно по моему если кто-то здесь является руководителем и какой-то группой продавателей или центра или разделения я рекомендую вам использовать такую практику как раз не для того чтобы оценить работу продавателя не для того чтобы контролировать их а просто узнать что происходит как раз цель ну все-таки без контроля без проверки не не можем жить потому что есть стандарт и справа и когда студенты жалуются или появляются какие-то есть но опять же нужно даже всегда нужно быть гибким в этом процессе особенно когда это касается проверки и вот тут важнее всего согласие обсуждения заранее о том по каким критериям оцениваем работу продавателя и опять же цель и тут очень важно когда цель является проверкой очень важно чтобы результат был понятным что происходит после какие шаги будут приняты потом на уровне целя опять же я вот там работаю у меня у нас есть план я ну у нас и не люблю устраивать это и посещение как проверка потому что ну все-таки на у нас пока нет необходимости этого ну если выявляются какие-то там не проблемой но моменты которые можно улучшить нужно потом шаги устраивать чтобы и вот зафиксировали тут пару моментов и давайте через пару месяцев посмотрим насколько хорошо улучшить или лучше стало чтобы опять же поддерживать продаватель чтобы улучшать свою практику и опять же вот там я говорил о том что можно записывать занятия и это не только удобно биле коллег чтобы им присылать запись занятия чтобы они могли бы посмотреть в любое время но тоже чтобы мы могли бы посещать свои занятия свои занятия и это тоже такая ну возможность которая появилась уже давно естественно была технология видеозаписи но сейчас еще удобнее стало и вот тут можно придумать для себя критерии то есть договориться надо самым собой что иногда сложно бывает может быть но это возможно смотреть на себя состояние студентов состояние просто другого ракурса соответствует ли ожидания своих с тем как на самом деле урок или лекции или занятие прошло получилось ли хорошо довести знания до студентов хорошо там ли инструкции дали студентам они как сидели на занятии если видно их лица если они включили камеры то есть они взаимодействовали хорошо с вами или нет то есть тут конечно да без ограничений без ну много критерий можно придумать и можно смотреть несколько раз за время если желанием и тоже это возможность для экспериментирования это очень важно чтобы попробовать какие-то новые новые методологии а потом посмотреть как это на самом деле прошло потому что во время занятия конечно очень сложно думать над тем так это получается или нет потому что мы у нас стресс много что что-то новое делаем и тоже просто не успеваем за всеми моментами следить но вот тут как раз есть момент если важно просто слушать это тоже важно то есть это тоже возможно записать и только аудио например послушать то есть не надо смотреть если все выкрутили камеры то не на что смотреть и можно просто слушать опять же о том как вы рассказываете про какую-то тему про инструкции понятно ли вы говорите и как студенты отвечают ну и про согласие как достичь этого согласия как раз вот я считаю что все участники процесса или представители естественно если мы говорим про подразделение огромное например как ция у нас больше 100 продавателей то есть привлечь всех для обсуждения критерий просто ну очень сложно невозможно не все захотят но можно выбрать какие-то представители если говорить об университете то это еще конечно больше людей больше участников поэтому нужно хотя бы чтобы представители были участников которые могли бы вместе обсуждать и разрабатывать критерии опять же чтобы весьма непонятный умный по息 Потому что у каждого игрока в этом процессе есть свои видения, есть свои цели, естественно. И про цель тоже нужно договориться, естественно. Опять же, чтобы понятно было причина, и чтобы известно было всем про это. И тоже результат. Результат всегда важен. Даже если это просто два коллеги, которые хотят посмотреть на занятия друг к другу, то должно быть понятно, что после произойдет. Будем ли потом встретиться и обсудить, будем ли материалами обменовать. Или если это проверка, то еще более важно, чтобы результат был понятным. То есть, что после, уменьшить зарплату, увозят, или просто дадут время на улучшение. Или что, не знаю. Результатом, конечно, может быть что угодно. Важно, чтобы все понимали и все согласились, если это возможно сделать. Так что сейчас хочу делать еще раз время для групповой работы, чтобы мы подумали над критериями. Естественно, у нас представители из разных дисциплин. Так что нужно думать не слишком специфически для начала. Придумать какие-то общие критерии. Что для вас было бы хорошо, на что лучше концентрировать внимание, на что лучше фокусировать, если вы будете приходить к кому-нибудь на занятия. Но потом было бы интересно, если в группах есть люди разных дисциплин, тоже обсудить, на что лучше смотреть, если вы и продавали физики, химии, английского. Не знаю, если у нас есть. Тут мои коллеги из иностранных языков. Ну вот, критерии как раз посещения. То есть, там можно обсудить разные цели. Опять же, если это просто коллеги, которые приходят друг к другу на занятия, чтобы научиться. Или если это контроль. То есть, можно тоже определить сначала цель и думать над возможными критериями. И в конце, как уже говорили, Кристина, из отдела контроля качества, называется быть, тоже представляет критерии. Мы можем сравнивать, сравнить. Для работы мы будем использовать наш Padlet. Будет три группы, как уже было. И тут Padlet, как вы видите, есть колонны, группа 1, 2, 3. Опять же, плюсик нажмите и пишите вот сюда ваши критерии. То есть, опять же, сначала определите цель посещения. И по каждой цели можно придумать какие-то критерии. Что, по вашему мнению, на что лучше фокусировать внимание. Сейчас я вам группу еще раз отправлю. Сейчас надо посмотреть, чтобы все ровно было. Я вам дам... Давайте попробуем 12 минут. И пишите вот сразу туда в Padlet. Сразу туда в Padlet и обсудим потом. Удачной работы. Ирина Александровна, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Я чуть не вижу, не пойму, куда, чего можно писать. А давайте я сейчас продемонстрирую экран. Я, в принципе, могу записывать. Давайте, давайте. А я могу сказать несколько раз, да? Да, да. А вот экран выскочил, да. А, надо было просто внизу на экран нажать. Не помню. У нас группа 3, да? Да, группа 3. Ну да, можно сюда вот добавить. Ирина Александровна, я помню, у вас не работает микрофон, по-моему, да? Вы будете в чате писать. Напишите, пожалуйста, в чате, если да. А что-то, а как там писать, не знаю. Да, я думаю. А, критерий. Ну, значит, цель. Цель, я думаю, это вот главное то, что Джозеф и говорил, это улучшение, в принципе, качества занятия. Критерий. Ну, обязательно должно быть положительное отношение со всех сторон. Правильно? Критерий. Ну вот, если, на самом деле, свой метод нельзя никому навязывать, потому что это все должно быть индивидуально. Но, может быть, кому-то что-то понравится, он может использовать. Вот так. То есть, цель еще как обмен опытом, да? Да. Да, и все. Я думаю, это все. Обмен опытом, конечно. Он может быть немножко разным. Это и от студентов зависит, и от группы, и от преподавателей, и от всего. А вот сейчас я вижу ответ от Ирины Александровны, что не работает, но обмен опытом, что она также не очень активна, но сейчас она написала один критерий. Обмен опытом должна быть основная цель. Неудачная цель – контроль. Ну да, 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 я согласна. Я здесь согласна. Контроль – это неправильный цель. Вообще нужно меньше контролировать. Должно быть больше всегда взаимного доверия, тогда работать легче. И преподавателем, и студентом. Я давно заметила, что гораздо больше действует, ну, мало на маленьких детях. У меня все-таки выросло 9 внуков, уже и 4 правнука, но не в этом дело. А даже студенты, когда его хвалишь, то у него лучше начинает получаться. А если начинаешь критиковать или ругать, он может и руки опустить. То есть всегда надо идти в сторону позитива. Вот это главное. Я с вами полностью согласна, и что в преподавании очень важно дать студенту поверить в свои силы. Да, 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 да. И даже пусть он не очень интересную задачу решит, но все равно сказать, ах, как здорово, ах, умница, ну, надо же как. Вот, все получилось, вот так. Да, вот Ирина Александровна пишет, что чаще всего посещение используется как контроль со стороны администрации. Это неприятно, да, это не очень приятно. Да, неприятно и для тех, кто посещает, и для тех, кого посещают. Действительно, это большая проблема. Вот я могу подтвердить даже со стороны того, кто посещает. То есть у нас была задача по работе посетить занятия, и мне абсолютно неприятна роль инспектора, который как будто бы стоит над кем-то и что-то оценивает. Ну, вот. Так что должно быть действительно какой-то вот регламент согласия со стороны, и понятные результаты, как говорил Джозеф. Давайте еще напишем критерии. Вот, допустим, Татьяна, как у вас отчество? У вас, к сожалению, не написано. Да, Федоровна, если... Ну, можно и Татьяна, раз все по именам, да, то я тоже. Но вообще-то я Федоровна. Да, да, как лучше. Татьяна Федоровна, вот, Татьяна, представьте, вы посетили занятия коллеги, вы заранее договорились, коллега вас ждет, вот, вы на занятии. По каким критериям, как вы поймете, что... На что вы будете смотреть, что вот занятие у него прошло хорошо? Да я вам скажу, я прошла вот здесь у нас на кафедре иностранных языков год назад курс ЭМИ, и там у нас было обязательное посещение друг друга. Я пошла на занятия философа, молодого, преподавателя философии. Ну, конечно, мне предмет был абсолютно для меня, ну, неизвестен, но я смотрела, как слушают студенты, как они реагируют на его вопросы, смотрела на него, ну, и вот какой-то картинка при этом у меня возникала, вот, и... Вот, я считаю, что и я, и он, по-моему, он на меня не был ни в обиде, и я его никак не обидела, но потом он приходил ко мне на лекцию по математике. Тогда я записала вовлеченность студентов, как студенты реагируют на вопросы. Я смотрела все время на студентов, как они реагируют, мне было интересно. Что они пишут? Вот он там просит что-то написать, посмотреть, что они пишут при этом. Ну, вот, да. А философ случайно был не Илья Игоревич Мавринский? Нет, философ был, господи, я забыла сейчас, как его уже звали. Молодой человек такой, черные волосы прямые. Не знаю, я еще погребняк, но... Нет, ну, не важно, это все не важно. В общем, мне понравилось и занятие, и понравилось, как ребята у него работают. Вот, оказалось, что все здорово. А потом я еще ходила на занятия, на урок английского. Такая тоже фамилия у меня выскочила, Анечка у вас, девочка была. Она как раз была одним из преподавателей на этом полсилене. Они сидели в маленькой комнате, ну, у нее там очень маленькая группа, человек 10. И что-то обсуждали. Причем все по очереди высказывались, она сидела против них и фактически разговаривала с каждым, ну, как бы вдвоем, но со всеми по очереди. И тоже мне занятие понравилось, они активно с ней били. И все, да, понравилось. Но математику так нельзя, в математике нужно задачу, над задачей нужно подумать. Поэтому там немножко другие приемы. Да, но тоже ведь формат, как бы, таких индивидуальных консультаций во время занятий. Ну, в общем, да, но только одновременно эта индивидуальная консультация одновременно обращена как ты. Вот ставится задача, ребята, кто первый сообразит там, или кто захочет, вот, например, я сейчас дистанционно преподаю, кто захочет писать решение на экране. Обязательно кто-нибудь находится. И тогда все начинаем обсуждать. Я начинаю критиковать, если что-то там не так, или хвалить, если очень здорово придумано и так далее. И вся группа вовлекается в работу, но как будто бы индивидуально, понимаете? Ой, очень интересно. А вы как-нибудь поощряете тех, кто вперед? Обязательно. Я тех, кто выходит писать на экране, ставлю плюсик. Ну, а потом эти плюсики как-то переходят в баллы. Это уже в зависимости от того, что там в интернете написано. У нас до сих пор еще нету доступа к текущему контролю в интернете. Осталось буквально три недели до конца модуля, и до сих пор я не понимаю, что и как я должна буду туда ставить. Ну, вот надеюсь, вот, может быть, завтра дозвониться кому-нибудь, или даже сегодня, или вновь. Ну, вот я записала, что у вас такая проблема. Я попробую у Ксении Суходоевой. Да не только у меня. Это вот, ну, у всех вот. Я на Этипе сейчас преподаю, да? Значит, Татьяна Тимофеевна Исаева, у ней тоже самое, не открывается текущий контроль. У многих преподавателей как-то непонятно, что куда ставить. Пока я на бумажечку записываю, но я могу только вот, встречаясь с ними, ну, как-то устно обсудить результаты все. Хотелось бы, чтобы можно было их ставить в электронный журнал, но пока чего-то этого нет. Ну, хорошо, я вот, если смогу как-то что-то, я передам запрос. Спасибо. Давайте мы добавим еще какие-нибудь критерии. У нас сейчас пока критерии просто, вот, вовлеченность студентов, и как студенты реагируют на вопросы, активно ли они работают, что они пишут. Да. На что еще можно обратить внимание? Вот я бы дополнила, наверное, на структуру занятия. Ага, чем ругаться. Это тоже можно отметить. Что больше лучше... Что больше было положительных эмоций. Ага, то есть как атмосфера на занятии, да? Да, да, да. Скажем, на математике решение задачи — это радость уже. Это вот, ну, как игру выиграли. Ну, а на английском, я не знаю, ну, тоже решение какую-нибудь проблему, которую обсуждали, это тоже радость. Про игру я помню, у меня со школы было самое теплое воспоминание об алгебре. Это когда мы каждое занятие, кто вперед, решали задать и получали плюсики. Да. Положительные эмоции. Так, Ирина Александровна написала, важный критерий — полнота установления контакта с аудиторией. Насколько студенты вовлечены? Могут ли они по ходу лекции задавать вопросы? Да, обязательно. Я считаю, что и по ходу занятий, и по ходу лекций должны иметь возможность задавать вопросы. Могут ли студенты? Я считаю, что должна быть такая возможность обязательно. Вот. И вот Ирина пишет, что монологический вариант лекции, когда студенты пассивно, тихо слушают, устаревший вариант. Да, я согласна. Но его и не было. Вот у меня, например, никогда. Даже когда я училась уже 60 лет назад в университете, фактически таких не было бы. Ирина пишет, что вы не против, я хотел бы услышать от каждой группы про свои критерии, чтобы кто-то представил коротко, о чем вы обсудили, и что вы решили, что важно для вас. Если получится, то давайте начнем с первой группы, первым залом. Там Алексей Андриянов, Галина Горнова и Николай Петров. Вы могли бы нам рассказывать про свои идеи? Я вот поделюсь экраном. Ну, и мы можем пока просто посмотреть. Если вопросы есть, то можем задавать. О, да, мне нравится последний пункт. Темп, усталость. Это, да, очень важно тоже смотреть на то. На вот такие моменты. А может быть, вторая группа с нами? Поговорить. Там была Лера, Вера, Екатерина и Оксана. Если коллеги хотят, я могу озвучить то, что мы записали. Пожалуйста, Валерия. Мы выделили две цели, в которых мы постарались подобрать возможные критерии. Первая цель – это контроль качества. Здесь мы бы назвали наличие обратной связи от студентов, включение, использование самостоятельной работы студентов во время занятия, соответствие заявленного материала теме занятия, наличие цели и структуры занятия, использование современных образовательных технологий, например, дискуссий или дебатов, соответствие занятия требованию образовательной программы и использование средств текущего контроля. Также в целом поведение преподавателя и общение с аудиторией тоже может быть критерием. И способность преподавателя держать внимание аудитории. Также как цель мы выделили повышение квалификации для других преподавателей, которые присутствуют на занятии. Здесь мы выделили современность используемых источников, актуальность информации и методик работы, использование современных методических приемов, использование онлайн-инструментов, программного обеспечения, оборудования, интерактивных форм. То есть здесь возможность, скажем так, подглядеть у другого преподавателя, как он работает. Доступность излагаемого материала и способов его подачи и проектирование заданий для практических занятий. Отлично, да, спасибо. Вот хорошо, да, что разделили между двумя целыми, как раз это, о чем я говорю, что нет просто посещения занятия, это все зависит от того, почему мы это делаем, и как раз критерии, как мы видим, могут отличаться. И это хорошо, это очень, ну, правильно, правильно. Давайте вот третью группу передадим слово третьей группе, если кто-то оттуда сможет рассказать. Тут видно критерии. Татьяна Федоровна, вы не хотите представить критерии? Если нет, то я могу рассказать. Давайте лучше вы. Хорошо. Так. Джозеф, тогда покажите, пожалуйста, повыше. Угу. Так. Критерии третьей группы. Мы говорили о том, что цель посещения обязательно должна заключаться не в контроле, не в проверке, а в общем итоге в улучшении качества занятий, да, и в обмене опытом. Причем Ирина Александровна отметила, что когда цель посещения занятий только проверка, например, со стороны администрации, то это неприятно ни тем, ну, как бы ни преподавателям, которые ведут занятия, ни проверяющим. Поэтому всегда все стороны должны помнить о конечной цели, что это улучшение качества преподавания. И про критерии мы сошлись на том, что во время посещения занятий стоит обратить внимание прежде всего на то, на вовлеченность студентов, на то, как они реагируют на вопросы, что они записывают, активно ли они участвуют на занятии. Также Татьяна Федоровна говорила о том, что очень важна дружелюбная атмосфера на занятии, то есть получают ли студенты положительные эмоции, проходят ли у них занятия отчасти как такая игра интересная. Вот. И последний критерий также важный. Мы выделили, могут ли студенты задавать вопросы на ходу лекции, что, в общем, очень важно, чтобы это был не такой пассивный формат, чтобы студенты были вовлечены очень в занятия. Отлично. Да, мне очень нравится, что у нас как-то есть общие какие-то критерии между всеми группами, но есть разные. Это тоже хорошо, интересно, когда коллеги приходят, и у каждого немножко своя стиль ведения лекции, и тогда обсуждения получаются интересные. Не то, что типа вот так надо, а наоборот, что вот, а, интересно, вы вот таким образом ведете свои лекции, свои занятия, а вы, я предпочитаю так. Давайте поговорим, обсудим, подумаем над тем, почему вот это мы решаем, мы считаем, вот так нужно. И, да, мне кажется, очень интересный разговор получился, особенно про вовлеченность и последний там, ну, третий пункт у третьей группы про дружелюбную атмосферу на занятии. Я уверен, что, ну, есть преподаватели, и они имеют право так думать, что это университет не для веселья. Совсем. Вот все-таки там, кажется, раньше была такая философия, что университет это серьезное место, тут как миним место для дружелюбной атмосферы, даже преподаватели более строгие такие. И как раз очень интересно это обсудить на уровне преподавателей, на уровне коллег, почему так и нужна ли нам такая атмосфера или какая атмосфера более подходящая или вот наших условий. Да, отлично. Я хочу тогда быстренько продолжать свою презентацию, заканчивать точнее с обсуждением про обратную связь. Потому что это, конечно, тоже важная составляющая этого процесса. То есть у нас есть три этапа, можно так сказать. Начальный этап — это договориться про время, конечно, дату встречи, про цель посещения, и про результат, критерии. То есть это до посещения. Потом есть само посещение, это даже самая легкая часть, можно сказать. А третья часть... Ну, спасибо, Ирина, что подключились. А, третья часть, третий этап — это обратная связь. И она должна быть. Это даже важнейший этап после согласия, договоренности про цель. Обратная связь — это тоже зависит от наших расписаний, обязанностей. Если время встретиться, чтобы обсудить вот так, ну, как лично, может быть, не нужно, но через видеосвязь или по телефону, или просто письменная обратная связь. Это тоже подходит. Ну, конечно, у каждого есть свои предпочтения. Поэтому пару советов и рекомендаций, идеи, особенности вот этой обратной связи. Нужно, конечно, встретиться по-любому. Ну, это можно, как я сказал, письменно делать. Быть честным нужно. Можно само собой, разумеется. Но иногда мы стесняемся говорить коллеге либо про то, что нехорошо прошло по нашему мнению, или задавать какие-то вопросы, опять же, вот почему вы так решили делать. Ну, нужно говорить прямо и говорить тоже об хорошем, об успехах, о том, что мы говорили. То есть, надо просто быть честным. Надо вспомнить, что это обсуждение, а не лекции. То есть, это не то, что вот человек пришел на занятие, посмотрел, а потом сидит и просто рассказывает или просто пишет о том, что увидел, что думает и все. Точку. И это тоже не допрос. Вот почему так сделал, почему так решил, почему вот, я не знаю, говоришь так быстро и так далее. Это обсуждение. И даже есть такой подход, чтобы задавать вопросы и обсуждение так, чтобы принимающая сторона, то есть, проводователь, к которому приходил как бы гост, чтобы этот проводователь говорил больше и рассказывал. и чтобы, особенно если это проверка или контроль как цель, очень важно, чтобы этот человек не чувствовал, что вот он сидит на допросе у полиции и что он нарушил какие-то там правила или границы. опять же, это обсуждение. И если критику нужно, давай, и скорее всего, нужно, особенно если это начинающий проводователь. Мы, кстати, не говорили про это, в понедельник одна из участников говорила о том, что это важная практика и полезная практика для проводователей, которые только начинают вести свои занятия. Нужно давать критику, но нужно, естественно, сделать это так, чтобы это было конструктивно. И в том случае нужно давать конкретные примеры. То есть, не просто, например, не просто сказать, меня понравилось, как вы общались со студентами, или меня не понравилось, как вы рассказывали про третий закон Нутена. нужно выделить определенный момент из занятий. То есть, мне очень понравилось, как вы в начале занятия приветствовали студентов очень энергично и давали им такое сложное задание, но в начале, чтобы они немножко там начали работать вместе. То есть, опять же, выделить конкретный момент, чтобы с этим можно было работать. Ну, вот, как я говорил в начале, это очень большая тема посещения занятия и про обратную связь нужно отдельно говорить и тоже договориться о том, как это делать. Ну, сегодня только немножко коснулись с этой темой, но дальше, я думаю, будет возможность говорить. как это все сделать? Придумать цель, опять же, это можем индивидуально или групповая цель, согласовывая и придумать критерии и заранее договориться о времени, конечно, посещении и договориться о времени для обсуждения. то есть самое большое, важное слово это договорить. И спасибо вам, что послушали. Если у вас будут еще вопросы или захотите организовывать такую практику на уровне ваших разделений, факультетов, центров, кластеров, если вы хотите просто с группой преподавателей организовывать такую практику и бы хотели консультироваться, я с удовольствием поговорю с вами, помогу, моя почта может писать, я отвечу. И сейчас мы услышим про критерии университета. Да, Кристина? Кристина? Да, Джозеф, спасибо вам большое. Я думаю, всем нам было очень полезно сегодня обсудить посещение коллег, но мы еще не заканчиваем, потому что сейчас еще про это немного расскажет Кристина Тишкина, директор Центра качества организации учебного процесса. Кристина? Да, добрый день, коллеги, меня уже несколько раз представляли, еще раз повторять не буду, у меня, ну, в общем, да, расскажу о том, как мы используем метод сбора обратной связи, такой, как посещение. Мы считаем, что, как и опросы, это некий метод сбора обратной связи, поэтому он может использовать как на факультетах, так и нами, для чего мы проводим посещение, в каких случаях. Немножко расскажу о системе 360. Запущу сейчас презентацию. Что такое система 360? Это система, в рамках которой мы собираем обратную связь о дисциплинах и преподавателях о качестве их реализации. И основными источниками информации для этой системы являются опросы обучающихся, преподавателей, менторов, так и посещение занятий. Мы инициируем посещение занятий как линейный сбор обратной связи, также можем прийти на занятия по запросу декана, руководителя общеуниверситетского модуля, любого коллеги, по сути, если есть интерес у преподавателя, чтобы мы присоединились к занятию, тому или иному тоже это все возможно, и мы готовы поприсутствовать. Так что, если у вас есть желание, потребность, чтобы мы к вам пришли, мы готовы, обращайтесь либо к девушкам в отдел образовательных технологий, либо ко мне, и мы обязательно к вам придем. Так вот, для получения обратной связи в рамках системы 360 мы используем такой метод, как посещение занятий, и сейчас я продемонстрирую те критерии, которыми мы пользовались и пользуемся до сих пор для посещения. Документ называется чек-листом обследования по итогам занятия. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем этот чек-лист в общем доступе, чтобы и вы могли им пользоваться, и сейчас быстренько по нему пробежимся. В чем суть? Обычно мы привлекаем коллег с факультета для оценки предметной части, и мы с коллегами с департамента образовательной деятельности скорее смотрим на организацию занятия, на методические вещи, нежели на содержание предмета. Поэтому этот чек-лист он скорее про такую организационную часть. Мы смотрим на то, достигнут ли цель занятия и вообще озвучена ли она, понятно ли студентам и преподавателям о чем будут строиться конкретные занятия. Важно, что цель озвучена и далее прослеживается нить этой цели. Также используются различные приемы мотивации поддержания внимания студентов. Обычно мы сидим, если это очное занятие, аудиторное, то в конце аудитории и самые такие рисковые студенты это те, кто сидят в конце помещения аудитории и по их настрою понятно, насколько в целом успешно занятие, потому что всякое случается. Бывает, что последние два-три ряда сидят занимаются своими делами и вопрос, как на них реагировать, стоит ли их вовлекать. Все эти моменты стараемся на них обращать внимание, давать обратную связь и по ним. Также смотрим на то, какие образовательные технологии используются, просто ли это монотонная речь перед доской или снова же используются какие-то современные образовательные технологии, меняются виды занятий на самом занятии, на лекции или практическом занятии. Также и вы говорили про актуальность, и мы на это обращаем внимание, но тут скорее на содержание больше мы опираемся на представителей факультета, на представителей предметной области, которые также с нами присутствуют. Также важно показать, и мы на это обращаем внимание, связь между ранее изученным материалом и новым материалом, что вообще занятия связаны между собой, и прослеживается вот эта нить всей дисциплины на каждом занятии. Ну и конечно же мы смотрим, насколько то, что мы видим на аудитории, попадает в рабочую программу дисциплина, потому что сейчас все чаще и чаще и студенты оперируют, обращаясь к нам, что вот в рабочей программе дисциплина это указано, на занятиях этого не происходило, поэтому тут важно доносить до студентов актуальную информацию, то есть даже если в РПД что-то отличается, то акцентируйте пожалуйста на этом внимание, потому что когда мы встречаемся со студентами, все больше и больше их обращаем к этим документам, поэтому студенты становятся осведомленнее о каких-то формальных вещах. Смотрим, но на этапные занятия, обозначены ли этапы занятия, чувствуется ли, что вот есть введение, основная часть заключения, дойдется ли обратная связь в конце, есть ли отработка материала, контролируются ли знания, полученные на этом занятии, также важно напомнить студентам или спросить у студентов, а что они вынесли с прошлых занятий, то есть это снова же про связь между занятиями, ну и далее наверное зачитывать я не буду, здесь можно прочитать, про смену активности я также уже говорила, если аудитория не очень большая, я имею в виду аудиторию студентов, то можно больше внимания уделить вот такой персонализации построения занятий, то есть у кого-то уровень больше, у кого-то меньше, на это стоит обращать внимание. И в седьмом пункте причислены такие общие моменты, учитывается ли уровень обучающихся, здесь наверное больше акцент на магистратуру, так как ребята действительно приходят с очень разным уровнем подготовки, также смотрим на атмосферу на занятии, тайминг, началось занятие вовремя, отпустили ребят на перерыв, как вообще построено занятие. Обращаю внимание, дается ли какие-то дополнительные источники информации, если ребята хотят глубже погрузиться в тему, возможно ли это. Собственно, это все, примерно с таким чек-листом мы приходим на занятия и пытаемся проанализировать все ли, что здесь перечислено, на занятии отражено. По поводу того, как мы появляемся в аудитории. Как правило, мы связываемся с руководителем образовательной программы, либо с деканом факультета, обсуждаем возможность поприсутствовать на занятии. Перед занятием мы подходим к преподавателю, представляемся и просим разрешения на занятие поприсутствовать. Ну, пока что не было случаев отказа, все были готовы принять нас на занятии, даже большинство предлагает присоединиться каким-то активностям, но мы, как правило, конечно, отказываемся, потому что достаточно тяжело быть вовлеченным и параллельно что-то фиксировать. Далее, в конце занятия, обычно, если отлекционное, то мы проводим его все, если это практическое, например, для приема лабораторных, то можем, если не очень динамично меняется структура занятия, то можем попроситься, отпроситься и посидеть, посетить буквально там половину занятия, и в конце нашего посещения мы подходим к преподавателю и даем ему обратную связь. Но также и запрашиваем обратную связь и у преподавателя, насколько ему комфортно работать со студентами, всего ли ухватает, нет ли каких-то организационных моментов, которыми мы могли помочь, ну и обмениваемся контактами, что в случае возникновения вопросов мы всегда готовы подключиться. По итогам посещения составляется отчет, отчет направляется руководителю и обсуждается с преподавателем. Это вот наша идеальная схема посещения. Я думаю, что про посещение у меня все, но готова ответить, конечно же, на ваши вопросы, если таковые появились. Кристина, спасибо большое. Уважаемые участники, есть ли у вас вопросы? Можно заметить, что очень многие пункты в чек-листе, который представила Кристина или в том, что сегодня мы обсуждали в группах, что было вынесено на Падли, это очень многое совпадает. Просто чек-лист представляет собой такую расширенную версию того, что мы обсуждали. Появился первый вопрос. Будет ли чек-лист доступен для самостоятельного анализа? Да, будет. Не уверена, что мы сможем его предоставить прямо сегодня. Дело в том, что в начале своего выступления я говорила о системе 360, в ближайшую, я думаю, что там буквально неделю следующую, он будет утвержден, этот регламент по системе 360, и вот под него мы будем готовы публиковать чек-лист в общий доступ. Я уверена, что в группе «Мой эксперт» он появится, поэтому можете его там найти спустя некоторое время. есть ли еще вопрос? Вы можете также голосом задавать, если так удобнее. Может быть, есть вопросы к Джозефу? Наверное, вопросов уже нет, осталось просто все, надо все обдумать, как-то обмозговать то, что мы сегодня обсуждали. Тогда, уважаемые участники, спасибо вам большое за то, что вы присоединились сегодня к нашему мастер-классу, спасибо большое нашим экспертам, Джозефу, Кристине, вот, тогда до скорых встреч, запись появится в группе «Ит мой эксперт» ВКонтакте, поэтому там, если что, вы сможете что-то пересмотреть. И мы тоже будем собирать все критерии, идеи тоже в одном месте. Так что, спасибо вам, что приходили, появились у нас, принимали участие. Спасибо. Угу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.